Всех приветствую на канале. Светодиодные фонари, думаю, есть у каждого. Некоторые энтузиасты даже коллекционируют. У самого есть минимум три мощных фонаря. Фонарик, конечно же, вещица полезная, но когда речь идет об освещении большого пространства, они не годятся из-за направленности светового потока. В таких ситуациях используют прожектора. Вот и я решил сделать свой прожектор. По сути, это портативный 100-ваттный фонарик. Такие собирали многие. Но я собираюсь выпустить два видеоролика, посвященные этой теме, в ходе которых поясню все нюансы и проблемы, с которыми можно столкнуться во время сборки. Думаю, обычному человеку такой фонарь ни к чему. Светодиодный фонарик ватт на 10-15 может осветить всю улицу наравне с автомобильным ксеноном. Представьте, свет от фонаря на 100 ватт. Друзья, всю необходимую информацию, в том числе и схему со списком используемых компонентов, можете найти в описании под этим видео. А теперь, пожалуй, начнем. Мой вариант будет собран по традиционной конструкции. Аккумулятор, плата защиты, инвертор, ну и сам светодиод. Регулировка яркости будет ступенчатой. Реализовано все это с помощью переключателя. Имеем 5 режимов работы. Первый режим. Мощность светодиода ограничена 5 ваттами. Второй режим. 15 ватт. Третий. 30. Четвертый режим. 50 ватт. И, наконец, пятый режим. Максимальная мощность. Источник питания. Фонарь, естественно, портативный. И тут, как и в любом другом портативном устройстве, имеется источник питания в лице аккумулятора. Аккумулятор литий-ионный. В моем случае он собран из банок 18650. Все банки бэушные, взяты от батарей ноутбуков. Сразу скажу, эти банки не предназначены для работы на больших токах. Их номинальный отдаваемый ток не должен быть больше собственной емкости. Например, если банка на 2 Ач, то желательно ее разряжать током не более 2 А. Максимум 4 А, но не долговременно. В продаже есть точно такие же банки стандарта 18650, которые можно разряжать токами в 20-30 А. Ссылки на них найдете в описании. Целесообразно использовать аккумуляторную батарею на 12 Вольт, то есть сборку из трех последовательно соединенных банок 18650. Номинальное напряжение такой сборки составляет 10,8 Вольта, а напряжение полностью заряженной батареи 12,6 Вольт. Для того, чтобы увеличить общую емкость батареи, а следовательно и время работы фонаря, несколько банок подключаются параллельно. Мой аккумулятор состоит из трех сборок, которые соединены последовательно. Каждая такая сборка в своем составе имеет 4 параллельно соединенные банки. В итоге у меня получился аккумулятор на 8 Ач с номинальным напряжением 10,8 Вольт. Благодаря параллельному соединению банок мы не только получили батарею большой емкости, но и увеличили максимальный ток разряда. Такую сборку спокойно можно разряжать током 8-10 Ампер и до 16-18 Ампер кратковременно. Паять такие аккумуляторы крайне нежелательно, поэтому я использовал самодельный аппарат для контактной сварки, процесс сборки которого показал в одном из видео. Ссылочку также оставлю в описании. Продолжение следует... Готовый аккумулятор был укутан всем, чем только можно. Зная емкость и напряжение аккумулятора, мы можем сделать расчет времени работы фонаря с учетом КПД преобразователя, о последнем поговорим чуть позже. Плата защиты и заряда. Такой платой комплектуются почти все литий-ионные аккумуляторы. Как мы знаем, аккумуляторы такого типа очень чувствительны к параметрам заряда и разряда. Эти процессы нужно тщательно контролировать. Если аккумулятор разрядился слишком сильно, то возможен его выход из строя. То же самое может случиться при перезаряде. Такие платы отключают аккумулятор при сильном разряде, коротком замыкании, а также предотвращают перезаряд. Вот наглядный пример. Через некоторое время после короткого замыкания плата автоматически выходит из защиты. Если замыкание не устранено, защита опять срабатывает. Мой вариант платы был взят от аккумулятора ноутбука, поэтому защита тут срабатывала при токах 5-6 А, а этого мало для моих целей. На этих платах имеется датчик тока в лице низкоомного шунта. Чтобы повысить ток срабатывания защиты в два с лишним раза, нужно параллельно шунту припаять еще один такой же. Этим доработка платы завершена. Естественно, можно купить схожую плату на токе в 20 и более ампер. В китайских интернет-магазинах стоят они несколько долларов, но в моем случае приобретать новую плату попросту не было смысла. Светоизлучатель или светодиод. Мощные фонари строят на базе светодиодных матриц. В моем случае это 100-ваттная матрица. Параметры сейчас перед вами. Куплен такой светодиод, естественно, на Алиэкспресс. Если часто покупаете на Алиэкспресс, советую быстрый и бесплатный плагин АлиХелпер. Как это работает? После установки плагина заходим на Алиэкспресс и находим нужный нам товар. На странице товара внизу слева видим панель АлиХелпера, где можно изучить рейтинг продавца, анализировать цену, изучая ее изменения, и добавить товар в раздел «Желанно», чтобы получить уведомления от Хелпера об изменении цены. Кстати, плагин полностью совместим с популярными кэшбэками EPN, Мегабонус и Летишопс. В общем, полезная штука, а ссылку найдете в описании. Кстати, 11 ноября стартует мега распродажа на Алиэкспресс. Пользуйтесь в этот период хелпером и не дайте себя обмануть. Матрица состоит из 100 отдельных светодиодов на 1 Вт каждый. Напряжение питания таких матриц лежит в пределах от 30 до 40 Вольт. Все зависит от производителя. А в моем случае светодиод питается от 35 Вольт. И как вы помните, наш аккумулятор всего на 12 Вольт. Вот как раз для решения этой проблемы и нужен ранее упомянутый инвертор. Инвертор – это преобразователь напряжения. Он повышает 12 Вольт от аккумулятора до нужных 35 Вольт. Но не все так просто. Вот один из образцов таких преобразователей. Именно такой вариант очень часто применяется самоделкиными для постройки мощных 100 Ваттных фонарей. Самоделкина вынужден огорчить. Такой преобразователь, к сожалению, не прокатит, если источником питания у вас служит аккумулятор на 12 Вольт. И не прокатит он по двум причинам. Первая причина. Любой знающий человек вам скажет, что светодиод – это источник, питающийся от тока, а не от напряжения. Следовательно, очень важно контролировать ток, протекающий по светодиоду. Для этих целей часто используют резисторы. Но если светодиод слишком мощный, то питающий его драйвер снабжают функцией ограничения тока. Максимальный ток светодиода всегда указывается производителем. И крайне нежелательно повысить эту границу. Иначе светодиод может выйти из строя. В нашем случае обязательно нужен инвертор с функцией стабилизации напряжения и тока одновременно. Вот один из вариантов. Такие инверторы имеют аббревиатуру CVCC. То есть, стабильное напряжение, стабильный ток. Вторая причина. С таким простым инвертором, у которого имеется только стабилизация напряжения, невозможно разогнать 100-ваттный фонарь до максимальной мощности, если аккумулятор 12-ти вольтовый. Вот подтверждение моих слов. Мультиметр показывает напряжение на аккумуляторе. А к аккумулятору подключен инвертор. На выход инвертора подключен, в свою очередь, измеритель мощности, который сейчас четко показывает, что выходное напряжение инвертора чуть больше 35 вольт. При подключении светодиода напряжение на аккумуляторе слегка просаживается, но это нормально, так как номинальное напряжение батареи должно быть в районе 10,8 вольт. Но вот ваттметр показывает, что напряжение на выходе инвертора просело, а максимальная мощность не 100 ватт, а чуть больше 60. Такой инвертор, возможно, и потянул бы, если бы аккумулятор был, скажем, 24-х вольтовым, но от 12 вольт, увы. Теперь протестируем второй инвертор, который имеет функцию ограничения тока и толковое управление выходной мощностью. За это отвечает отдельный операционный усилитель, который имеется на плате. Условия этого теста те же, что и в первом случае. Выходное напряжение инвертора также выставлено в районе 35 вольт. При подключении светодиода на сей раз мощность более 80 ватт, а это на 20 ватт больше, чем с первым образцом инвертора. А для тех, кто не понял, о чем речь, объясню простыми словами. Светодиод с этим инвертором будет светить процентов на 20-30 ярче, чем с первым вариантом. Естественно, у нас есть возможность регулировки яркости свечения светодиода и регулируем именно ток, а не напряжение. Для этого на плате предусмотрен подстроечный резистор. Мощные светодиоды мощно нагреваются. Если не отводить тепло, то матрица сгорит через пару секунд после включения. Для охлаждения я взял радиатор от процессора компьютера и присобачил кулер. Кулер можно и родной от процессора, но в моем случае уже подготовлен корпус, в который штатный кулер попросту бы не влез. Отсюда и размеры выбранного кулера. Дополнительный выключатель дает возможность вручную включать кулер. При мощности до 20 ватт радиатор можно не обдувать. На этом пора закругляться. В следующем видео уже начнем собирать фонарь. Поясню, как организовать ступенчатую регулировку мощности и подробности, связанные с изготовлением корпуса. Еще раз напомню, что всю необходимую информацию найдете в описании. Если данное видео было полезным, не забываем оценить его своим лайком и поделиться с друзьями в соцсетях. А я на этом прощаюсь. Ну а с вами, как всегда, был Касья Нака. И до новых встреч. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok